Минувшие сутки на территории Жамбулской области произошло 7 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбулской области. Пожары были зарегистрированы в таких районах, как Жуалынский, Миркенский, Кордайский, а также в Рыскуловском и в городе Тарази. Самый ущербный пожар произошел в Рыскуловском районе. Там на территории бывшей автостанции сгорело сразу пять коммерческих пластиковых павильонов, а именно магазин, ломбард, парикмахерская, чайхана и пекарня. На место происшествия прибыло 14 человек личного состава и три единицы техники. Пожар локализован в 21.36 и ликвидирован полностью в 22.03. Январь заставил всех мерзнуть, но несмотря на лютые морозы, как дети, так и взрослые не упускают возможности покататься на горках, естественно самодельных, таких как Тектурмаз и Атшабар. Сколько из них получают травмы при таком катании, выясняли наши корреспонденты. Тарази, если хочешь покататься зимой, прямой дорогой идешь на Тектурмаз и Атшабар. Условий, естественно, никаких. Так что заполучить какую-либо травму можно запросто. Следить за этим также некому. Родители говорят, что они вынуждены отпускать детей. А куда деваться, раз нет специализированного катка в городе. А что делать зимой детям, как не кататься? Думаю, это при таком снеге грех сидеть. Построили бы и в нашем городе каток. Давно назрела необходимость. Рядом с Акиматом есть место для катания. Некоторые туда идут. Остальным некуда пойти в зимние каникулы. Местные власти, как оказалось, в курсе событий. И даже планируют открыть ледовый каток в областном центре. В парке Кайратор-Скулбекова предприниматель строит частный каток. В этом году возможна его сдача в эксплуатацию. В ближайшее время рядом с областной больницей и в рамках государственно-частного партнёрства может открыться свой каток для Тарасов. Сейчас проектно-сметная документация в стадии разработки. Так что недалёк тот день, когда можно будет семьёй прийти на современный цивилизованный каток и вспомнить своё детство. Кулеша Мурзакова, Адибек Самаликов, 77 НИОС.